Кто не любит природы, тот не любит человека, тот не гражданин. Фёдор Михайлович Достоевский. В эфире информационного канала Севастополя, программа «Имеем право», я её ведущий, журналист Николай Скребец. Здравствуйте, уважаемые друзья. Многим известен принцип гражданского права. Можно всё, что не запрещено законом. В повседневной жизни наши сограждане пользуются только первой половиной этой фразы, забывая об ответственности за вторую. И об этом наша программа. Когда зачинщик перестройки объявил о продовольственной программе СССР, в городах и весях незамедлительно стали налево и направо раздавать землю огородным и садовым товариществам. Причём сообщества любителей садов и огородов порой приобретали куски севастопольской земли либо в непосредственной близи, либо с захватом территории исторически значимых мест. В далёком 1987 году был выделен участок в 47 гектаров, примыкающих к территории Херсонеса и государственному предприятию «Атлантика». Однако вскоре развалился Союз, затем приказало долго жить и крупнейшие рыбодобывающие предприятия Севастополя. Одним словом обустраиваться это объединение индивидуальных состройщиков стало только через 10 лет. Всё шло по-деловому тихо и спокойно вплоть до 2016 года, когда один из участков на территории, примыкающей к сосновому буру, приобрёл новый собственный. В 2016 году начали возить сюда грунт, вот на это место, грунт возить, в свалку. Мы предупреждали, ходили, говорили, что нельзя, это посёлок, это улица, это строение, никто не обратил внимания. И прошло уже на 2017 год, перешло. В 2017 году массово началась отсыпка грунта. В день проходило около 20-30, а то и больше, 20-тонных машин. Когда я подходила к машинам и спрашивала, каким образом, как вы туда, а у нас заговоренность есть, у нас мы платим за каждую машину за отсыпку 500 рублей. Справедливости ради отметим, что отсыпка выбранного грунта в сосновом буру, видимо, обычное дело. Ибо совершенно случайно наша камера зафиксировала этот процесс в совсем другом конце ТСН. Но вернёмся к нашему объекту спора. Вторая сторона конфликтной ситуации, а именно Николай Писарьков, напрочь отвергает возмездный характер появления здесь насыпи и всё объясняет крайней необходимостью. Она действительно была, ибо на месте нынешней насыпи красовалась рукотворная свалка. В нашем районе здесь всё было засыпано, дороги не было, то есть к участку подъехать нельзя было. То есть, естественно, нужно было принять решение, сделать дорогу, подъезд и сделать работы по участку, спланировать. И заказав я технику первый раз, заплатил где-то около 30 тысяч, подъездил, выровняли участку. Лидия Александровна приходила, даже тогда просила, когда делала дорогу, у нас этот погрузчик. Ничего не сказала, то есть мы как бы это всё чуть-чуть спланировали. Заплатил 30 тысяч раз тысяч рублей за разовое выравнивание частичной земли. То есть я понял, что здесь будет очень много затрат по планировке. И эти же, у кого я заказывал технику, они говорят, так как мы работаем с землёй, рьём котлованы с фирмой, мы можем сделать вам, если мы будем отсыпать землю, за счёт отсыпки земли мы вам и засыпем, и спланируем её. И мы заключили договор на безвозмездной основе. Такой договор с обществом с ограниченной ответственностью Севьюхтранс действительно имел место быть. Отсыпка должна была осуществляться земельным грунтом, исключая строительный мусор. На самом деле некоторые очевидцы свидетельствовали об ином. Тут вся таблица Менделеева. Возили с анатория Мрия сюда. Грунт тяжелейший. Вывезли огромную рощу, вырвали деревья с корнями. Пойдите на участки, посмотрите. Правительство Алушты даже не знает об этом. Засыпали природный склон, который одновременно был и пешеходной дорожкой с ближайшего садового товарищества, и участком водосбора, и чего греха таить свалка. Протесты членов правления никаких результатов не дали. Я ходил с ними, ругался, но это бесполезно. Там никто не нашел, внимания не обращал. И год времени, и никакого результата. Никто ничем нам не помог. И вот это, сейчас вот эта аварийная ситуация, и я не знаю, что дальше будет. Они тихонько продадут эти участки кому-то. Люди не знают истории. Я вот боюсь только за это. Потому что если построить дом на этой насыпи, дом придаст как раз вот это давление, которого тут не хватает. Это давление может спровоцировать вот этот обвал. Обвал – это катастрофа внизу, потому что там люди живут, там сток воды. Смотрите, какая глубина насыпи, там лежит наша 68-го года ливневая система. Посмотрите, она вся похоронена. Это наши легкие, мы дышим, мы без этого не будем дышать. У нас там сады, гляньте, это садовые участки. Кто человеку дал право, это первое. Второе, я показывал тебе, вон камыш растет у меня с дороги. С железной дороги растет камыш. А еще ниже этого камыша растет то, что растет только в воде, больше нигде, то вода. И там она капает, она всю жизнь там была. Гражданский кодекс Российской Федерации предусматривает самозащиту гражданских прав. И правление действительно пыталось защищаться, как могло. Дело в том, что вот добро, оно как-то очень тяжело дается. Зло гораздо быстрее. Перегородили, он взял бульдозер, отодвинул, поехал. Опять приезжает лидер Александровна сюда, он ударил ее по лицу. Это тоже факт. Какой факт? Вы же не присутствовали, у меня есть видео. И автор такой своеобразной планировки территории Николай Писарьков действительно предъявил видеозапись одного из фрагментов противоборства. Правда, кто занимался именно в тот момент рукоприкластом, это еще вопрос. В любом случае, это не уровень общения взрослых людей. Кстати, у господина Писарькова есть и сторонники в лице собственников соседних участков. А их в свое время нарезали аж 19. Корпоративная солидарность объясняется тоже просто. До 2016 года их земельные участки соседствовали со свалкой бытового мусора и не имели своего подъезда. Мусорка здесь, ну она уже не знаю сколько лет, здесь годами возилась, отвал этот был. И естественно, если надо было так, ну Николай выпадал участок сюда, ему ни дороги, ничего не подъехать, не подвезти. Может быть, конечно, в какой-то смысле была ошибка, где-то каких-то специалистов не пригласилось. Ну, как всегда у нас, не знаю, решил нанять, разровнять и там, где у него получился яр на участке, его засыпать землей. Поэтому, с одной стороны, нам, конечно, обрадовались, что и дорога, и ровно, и хорошо, конечно, вроде бы, и убралась, естественно, мусорка, свалка. А с другой стороны? Ну, с другой стороны, если и были какие-то нарушения, может, конечно, надо было каких-то специалистов вызывать. А действительно, после отсыпки западный участок застройки приобрел почти идеальный горизонт. Ну, а на вопрос, можно ли здесь теперь что-либо строить, представитель ТСН «Сосновый Бор», строитель по образованию, отвечает вполне определенно. Теперь садить дома и улицу на этом грунте невозможно, потому что отсыпано где-то около, где дома садятся, около 10 метров толщина, здесь толщина отсыпки. А уже около железной дороги, 30 метров высота отсыпки. И вот, представляете, что делать нам, не знаю. Для полноты картины отметим, что, во-первых, у нас по-прежнему нерушима свобода договора, и господину Писарькову участок никто не навязывал, он его купил. А во-вторых, как говорили древние римляне, если не знаешь, как поступить, поступай по закону. И вновь вернемся к принципу гражданского права. Можно все, что не запрещено законом. Очевидно, нарушая определенные императивные запреты, человеку надо быть готовым и к юридической ответственности. Действительно, новоявленный землеустроитель должен был, как минимум, заглянуть в Кодекс об административных правонарушениях. Часть 2 статьи 8 со значком 6 предусматривает ответственность за уничтожение плодородного слоя, в том числе и насыпкой на него другого грунта. Однако, согласитесь, законодатель ничего не говорит о такой засыпке грунтом бывшей свалки. Она в этом случае называется по-другому – рекультивация испорченных земель. К слову, априори, надо быть готовым к тому, что кто-то из соседей, друг, воспользуется таким способом защиты, как восстановление положения существовавшего до нарушения права. Таким образом, и размышления членов правления не лишены гражданскоправовых оснований. Судье надо будет доказать всего ничего – то, что ваше право нарушено и каким именно образом. Я считаю, что это только можно решить такой вопрос, если займется этим прокуратура. Если это будет установлено, что это является нарушением, конечно, заставить Николая Николаевича убрать вот то, что он сюда навез. За свои деньги. Если он говорит, что он завозил сюда за свои деньги, ничего на этом не заработал, ну пусть теперь и вывезет за свои деньги. Это все только благие пожелания, да и то на будущее. Хотя для собственников 19 участков западной части, примыкающих к Сосновому Бору, перспектива и без того выглядит мрачно. Ведь эта часть улицы Славянской в проекте Гентлана на период до 2035 года вдруг изменила режим разрешенного использования Ж2 на Р-14. При таком правом режиме ни о какой индивидуальной жилищной застройке речи быть не может. Так что опасения членов правления по поводу продажи этих земельных участков совершенно напрасны. Это теперь больше проблема собственников. Конечно, эти участки могут быть выкуплены для городских нужд городской казной, но и это дело не скорое. Отношение к законодательству, равно как и к природе родного края, в этом товариществе противоречивое. Для того, чтобы убедиться в справедливости этого тезиса, надо проследовать на улице с прекрасным названием Сосновая. Эта улица полностью оправдывает название, ибо окна добропорядочных жильцов ее выходят прямо на прекрасную Сосновую рощу. Не мудрено, что такое соседство порождает у тамошних обитателей ответное желание приумножить зеленый клин товарищества. Ярким примером тому может служить и чета полянских. Увы, экологические устремления одних просто перечеркиваются потребительскими наклонностями других. Один сосед бетонным клином своего домовладения просто въехал в рощу, другой устроил в ней подсобное хозяйство с соответствующим изобилием насекомых в теплое время и специфическим запахом независимо от времени года. Естественно, что такое соседство огорчает граждан. Тут вы видите сотни старых шин, здесь сотни различных старых каких-то рам со стеклами. Хлам, 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 со всех сторон хлам. Помимо этого, значит, на этом самовольном здании, там в лесу участке, проживают различные животные, в том числе и свиньи. И когда ветер дует в нашу сторону, я вам просто хочу сказать, что невыносимо находиться в доме, потому что просто воняет испражнениями животных, скажем так. Ну и основное то, что нарушается лесной кодекс Российской Федерации, статья 11, то есть на свободное пребывание бесплатно граждан России в лесу. Этот лес, как вы видите, перекрыт забором и просто пересечь его невозможно. Кроме указанных нарушений лесного кодекса, действия господина Решетника, безусловно, подпадают под признаки 5-й статьи закона Севастополя номер 130 ЗС об административных правонарушениях. Ну что ж, будем ждать реакции контролирующих органов. Ну а следующая информация будет полезна нашим автолюбителям. Среди потенциальных опасностей на дорогах Севастополя особо стоит выделить транспортные средства с украинскими знаками госрегистрации. Большинство подавляющее количество транспортных средств, иностранных, в данном случае украинских, ездят по Крыму, передвигаются без страхового полиса. Почему? Мне это неизвестно. Но это должно быть проблемой таможенных органов при въезде на территорию Крыма. Это должно быть проблемой сотрудников госавтоинспекции, которые осуществляют проверкой. Но в конечном счете это становится проблемой граждан, потерпевших, которые в случае дорожно-транспортного происшествия с подобным субъектом просто остаются без возможности получить какие-то финансовые средства. Так случилось и с нашей землячкой Екатериной Бойковой, матист которой протаранил БМВ жителя украинского Мариуполя Евгения Задорожного. На одном из закруглений на подъеме из Балаклавы он совершил столкновение сначала с Митсубиси, своего земляка из Краматорска, а затем нашел на той же полосе встречного движения и матист Екатерины Александровны. На место происшествия моментально прибыл ее супруг. Встречка летела, которая с поворота, был удар на встречной полосе, получается, Део Матис отнесло, его машина после удара так и стояла. Но перед этим, как оказалось, еще была машина впереди, которую он первую зацепил. Митсубиси какой-то фургончик небольшой. Он стоял, получается, лицом, мордой уже сюда смотрел. То есть его от удара в бок его развернуло по 360 градусов раза 3-4. Несмотря на то, что в результате аварии пострадали несколько человек, а Екатерина Бойкова попала в хирургию 1-й городской больницы, виновника ДТП отпустили с миром. При этом был составлен протокол, а самого задорожного предупредили о том, что материалы переданы в Гагаринский районный суд. Примерно через два месяца после происшествия вернули поврежденные транспортные средства и потерпевшие. Что же касается виновника ДТП, то первое заседание суда он просто проигнорировал. Суд был назначен на 13 сентября. Пришли я и мои пассажиры. То есть потерпевшая сторона. Виновная сторона не объявилась. Суд перенесли на конец декабря. При этом никакой уверенности в том, что виновные в ДТП на него явятся, нет. Да, автомобиль уже вряд ли подлежит восстановлению. Никакой информации о виновной стороне у меня нет. Единственная информация только то, что он проживает на территории, точнее прописан на территории города Мариуполя, проживает где неизвестно. Ситуация практически безнадежная. Именно по причине упущенного времени. Возможно ли решение вопроса в случае ДТП, если у виновника с территории другого государства нет страхового полиса? Возможно. Но решать эту проблему нужно в кратчайшие сроки, пока этот человек не покинул территорию Крыма. Еще до оценки ущерба. Еще до установления виновности в органах госавтоинспекции АГИ может разбираться до двух месяцев. Необходимо подготовить исковое заявление о возмещении ущерба. Просить суд наложить арест на собственность виновника, в данном случае на автомобиль, поскольку по доверенности он с территории другого государства к нам просто не въездит, только на своей машине. И обосновывая перед судом необходимость наложения ареста, а это возможность покинуть территорию Крыма и избежать ответственности, просить суд наложить арест на автомобиль. Если суд пойдет, судебные приставы наложат арест и перекроют возможность выезда этого транспортного средства за пределы полуострова. Это единственная возможность на сегодняшний день каким-либо образом компенсировать причиненный ущерб. Вот на такой минорной ноте приходится завершать выпуск этой программы. Всего вам самого доброго, будьте бдительны, честь имею. Субтитры создавал DimaTorzok